И о спорте. Звезды на льду или хоккей по-дагестански. Мастер-класс для махачкалинских ребят на местном катке провел нападающий казанского акбарса трехкратный чемпион мира Данис Зарипов. Далее расскажет Камиль Зевятов. Махачкалинская молодежь такое видит впервые. Мастер-класс от единственного в мире пятикратного обладателя Кубка Гагарина. Сам Данис Зарипов вышел на столичный лед, чтобы продемонстрировать свое мастерство и, конечно, поделиться своим опытом. Желающих тренироваться со звездой континентальной хоккейной лиги хоть отбавляй. Спортсмен и ребята вместе выполняли на льду базовые упражнения, такие как ускорение с клюшкой, как смотреть на корпус своего оппонента, а не на шайбу. Особо отличившимся игрокам и зрителям достался презент от хоккеиста – шайба на память. Много детишек собралось, которые также проявляют интерес. Мы все прекрасно знаем, что в Махачкале, в Дагестане нет возможности заниматься. Многие проявляют желание выйти на лед, но не имеют возможности. Только трус не играет в хоккей, считает председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкала Марат Ибрагимов. Несмотря на традиционные в республике виды спорта, развивать командные и игровые также важно. Однозначно, если будет создание ледового комплекса, дворца, хоккейного клуба, я думаю, я даже уверен, что это найдет свое место. И если мы по борьбе первые, по спортивным единоборствам первые, у нас и по футболу, по волейболу пошли результаты хорошие, я уверен, что и в хоккее тоже мы будем на лидирующих позициях. Ну, хоккея – это вид спорта настоящих мужчин, а наши горцы – это настоящие мужчины. Поэтому, однозначно, я думаю, этот вид спорта будет у нас востребован. По завершению мастер-класса Данис Зарипов провел пресс-конференцию в Министерстве спорта, где, собравшись, обсудили перспективы развития хоккея в регионе. Любой вид спорта для развития должна быть, соответственно, материально-техническая база. Наверное, я думаю, одним из началом этого этапа работы и есть приезд сегодня Даниса Зарипова в республику Дагестан. Это пановые мероприятия. И руководством республики Дагестан представим правительство Зуром Артем Алексеевичем. Данное соответствие поручения органам исполнительной власти, муниципальному городу Махачкаре и Каспийску, чтобы рассмотрели вопросы, подготовили предложения о создании места, то есть выделении участка по строительству рядового дворца в городе Махачкале. И также проработали вопросы в федеральных центрах о включении данного объекта в федеральные программы. Эта работа проводится. Развитие хоккея в Дагестане – тема, безусловно, важная. Но печально, что все это происходит на фоне заката футбольной истории Дагестана. Махачкалинский анжи испытывает финансовые трудности. Клуб и вся его инфраструктура может прекратить свое существование. Но это, похоже, республиканские власти мало волнуют.